Всем привет! Сегодня мы решили снять ролик о том, как приезжают в Черногорию, что советуют сначала и когда советуют приезжать в Черногорию или переезжать. Мы когда собирались, много читали, и все пишут чуть ли не в один голос, что приезжайте осенью и зимой и посмотрите, как здесь вот в это время года. Депрессивно, да, что здесь нет людей, нет движа, и что сможете ли вы жить в таком, вот всю свою жизнь, и сможете ли вы переехать в такую обстановку. Мы переехали в феврале, и нам понравилось. Мы сначала думали, ну вот, мы перетерпим до лета, было очень хорошо, все зеленое. Люди были, люди гуляли и на набережной, и везде, то есть кафе были там частично открыты, ну из-за мер карантинных там, когда были открыты, когда не были. Но тем не менее мы не страдали от того, что тут чего-то нету. И когда началось лето, пошел сезон, приехали туристы, все якобы закоррелось, да, мы поняли, что нам, оказывается, понравилось больше зимой, когда вот как раз таки было прохладненько, потому что зимой выходило солнце, и сразу тепло, там градусов 10-15 могло быть. И ты сидишь в кафе, на пляже, где-нибудь или на набережной, или в городе, причем не внутри, а на веранде, и тебе хорошо, то есть и воздух, и все прям идеально. Сейчас, например, на улице сидеть невозможно, очень жарко, летом в Черногории, конечно, очень жарко, либо на пляже надо быть, либо под кондиционером где-то в закрытом помещении. Ну, конечно, очень красиво здесь, очень красиво. Сейчас очень много туристов, видимо, те, кто не отдохнул в прошлом году, все приехали в этом году отдыхать, и пробки постоянно, то есть здесь прям 10 километров можно ехать полтора часа, если это какой-то туристический. Ну, здесь вот просто получается каждому свое, то есть как человеку нравится. Вот, то есть зимой здесь получается парковка твоя, пляж твой, то есть пробок нет вообще. То есть ты приехал, припарковался, да, взял там, допустим, жену под ручку и пошел гулять. То есть мало людей, так вот, ну, вот красиво все. Вот, кому, конечно, нравится тусняк, вот, то здесь получается понравится больше летом, потому что, ну, действительно, страна небольшая, различные общественные пространства тоже небольшие, пляжи тоже небольшие. То есть людей, я не знаю, как селедки в банке, может, кому-то это нравится. То есть, вот, 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 часто пишут, типа, что приедьте зимой, вот, и, типа, поймите, как здесь плохо. Мне кажется, что мигранты делятся на два лагеря. Кому зимой хорошо, летом плохо, кому летом хорошо, зимой плохо. Вот, то есть тут надо уже смотреть, как бы, по семье. Но в плане, допустим, тоже самое детей, да, можно спокойненько, вот, мы можем среднюю дочку зимой смогли вывезти на набережную. Вот, там, начало набережной, что такое, широкое пространство, она там на велики сама гоняла, вот, все там на великах. То есть сейчас это невозможно, потому что толпы народу, то есть как на рынке. И пляжи очень сравнимы с пляжами Витязева, да, в Анапе, кто был, в Анапском районе Витязева. То есть тут надо, да, смотреть, как бы, по, именно по своим, как бы, внутренним ощущениям и желаниям. Вот, единственное, что в инфраструктуре здесь, конечно, вот, скажем, в нашей барской общине, это, вот, ограничения в плане торговых центров, вот, таких вот развлечений, к которым мы все привыкли. Вот, это, как бы, ну, может немножечко смущать. Вот, допустим, мы в боулинг не ходили, наверное, уже лет пять, как бы, и не любим мы его. А вот здесь нет боулинга, и вот, сука, хочется в боулинг именно. Вот почему-то вот так вот. Ну, вот, ну, в плане, как в плане кафе тоже, то есть здесь питаться, в принципе, что в кафе, что в магазине, покупать самому, готовить, разница небольшая. Вот, и мы зимой питались практически в кафе, в ресторанах. Сейчас это, опять же, проблематично, потому что места ты не найдешь. Ну, естественно, из-за наплыва туристов упало качество обслуживания, где-то, может быть, упало качество блюд, потому что, ну, понятно, что мы, ну, без претензий, то есть ребята же не могут обеспечить зимой и летом, там, нужно количество официантов. Вот, ну, мы вот больше сидим дома, потому что в кафе ты не сядешь, вот, а если сядешь, то можешь официанта не дождаться. На пляже, вот, мы тоже ездим редко, ждем уже сентября, когда станет меньше народу, ну, потому что, как бы, и чуть-чуть в море страшно купаться, здесь тоже есть ротовирусная инфекция, вот, и, естественно, там, и не припаркуешься ты, вот, за парковкой тут тоже, вот, скажем, в Бутванской ривьере ценники вообще неадекватные выставляют, может, там, и за 5 евро припарковаться, там, на непонятный промежуток времени, вот, то есть, вот, как вот, наше мнение, да, вот, нашего семейства, то, что летом инфраструктура страдает. Ну, да, ну, в принципе, это, наверное, вот, все, что мы хотели рассказать, про то, как советуют приезжать в Черногорию, что тут надо смотреть по своим. Ну, то есть, да, не надо приезжать зимой или летом, чтобы все понять, вот, мне кажется, нужно здесь прожить все времена годы. Да, да, во всех временах. Вот, нам кажется, да, нам кажется, что самое лучшее время здесь, это осень и весна, то есть, и купаться можно, и народу мало, вот, и все, скажем, достопримечательности, все плюшки черногорские, они полностью в твоем распоряжении. Ну, все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok